Рекордное количество волейболистов собралось в окружной столице. В Наринмаре проходит первенство округа по волейболу среди школьных команд. Такого количества претендентов на победу за всю историю окружных соревнований по волейболу не помнит никто. Более 200 учащихся городских и сельских школ будут бороться за право представлять наш округ на следующем этапе соревнований. Игры проходят на базе Дворца спорта Норд и пятой школы. На церемонии открытия побывала наша съемочная группа. Разыграть мяч и не дать сопернику забить гол. Девчонки с пятой и третьей школы города первыми вступили в борьбу за звание лучшей волейбольной команды Ненецкого округа. По итогам двух периодов шансы на победу были равны один к одному. В решающем третьем периоде волейболистки из пятой школы буквально вырвали победу из рук соперниц, обыграв их на четыре очка. Впереди у девчонок еще не одна игра. В этом году у нас максимальное количество команд-участниц 25. Две возрастные группы, старшие и младшие. В старшей возрастной группе по семь команд. Младшие у девочек шесть и у мальчиков пять команд. Система игры турнира круговая. То есть, каждая играя с каждым, победитель будет определяться по наибольшему количеству набранных очков. Лучшую команду определяют из числа двухсот участников турнира. Директор Дворца спорта Игорь Соколов признается, работает в Норде с 91-го года. Но такое количество волейболистов на одной спортивной площадке видит впервые. Это говорит о том, что РУС растет интерес к волейболу. Говорит о том, что все больше и больше команд участвуют в соревнованиях. Хочется огромное спасибо сказать участникам, особенно тем, кто приехал с населенных пунктов. Организация Федерации Новикова, Вик Николаевича Ильича, всем, кто принимал участие в организации этого праздника. Всем вам честной спортивной борьбы и будьте сильнейшим. Сразиться за звание сильнейшей в этом году впервые приехала команда из Оксина. Капитан команды Даниил Кабанов с уверенностью заявляет, ребята могут претендовать на победу. Я очень хотел поехать, я вообще до этого в городе жил. Я хотел вывести как-то Оксина, чтобы съездили куда-то, развеялись. Я собрал команду, натренировал их, мы выехали на соревнования. Я думаю, что на призовые места мы можем рассчитывать. Я уверен в своих ребятах, они могут выиграть, если они не будут лениться. Выездные соревнования для детей необходимы как глоток свежего воздуха, признается учитель физкультуры Великовисочной школы Евгений Канев. Они позволяют поддерживать интерес ребят к спорту и дают стимулы для саморазвития. Ну, в деревне же одна школа. Где им, с кем играть? Ну, играют они, бывают со взрослыми женщинами, со своими ребятами, я их как-то перемешиваю. А здесь они играют с девочками, со своими сверстницами, может быть, постарше, но им же интересно. Вот это для них стимул. Значит, они придут на следующий год заниматься. Также в соревнованиях участвуют команды из Тельвиски, Омых, Ривера, Индиги, Искателей и учащиеся городских школ. Игры проходят на базе школы номер 5 и во дворце спорта Норд. Сегодня действительно впервые у нас такое количество команд. И я очень рад, что шесть наших поселений, сегодня представленные на этом паркете, будут бороться за лучшие команды неизбежного, но много, как вот его. Это значит, что, несмотря на все финансовые и экономические сложности, мы выбираем правильную политику. Мы пытаемся сделать так, чтобы все наши села были представлены в спортивных залах. И я вам благодарен, что вы используете предоставленные вам возможности. По итогам соревнований победители будут награждены кубками, грамотами и медалями. Также лучшие из лучших будут представлять наш округ на всероссийских соревнованиях серебряный мяч, которые пройдут в Республике Карелия в конце апреля.